Международная выставка индустрии здоровья и красоты прошла в китайском городе Шиньян провинции Ляонин. Масштабное мероприятие привлекло свыше 100 компаний с более чем 20 стран мира – России, Южной Кореи, Ближнего Востока, Великобритании, Японии, Германии. Информационную поддержку международной выставки Приморском крае осуществил Дальневосточный медиа-центр. Участие в экспозиции приняло много известных международных брендов индустрии красоты и здоровья. Здесь можно было увидеть современные разработки косметологического оборудования, передовые аппараты для проведения МРТ, УЗИ, презентацию новых технологий и материалов в области стоматологии, медицинские инструменты, средства по лечению и уходу омоложению кожи. Большое внимание привлекли павильоны возможностей известной китайской клиники пластической хирургии в Шиньяне – Синлинь. Клиника работает уже 27 лет, с 1996 года, и известна своими высокотехнологичными реконструктивными операциями. Так, например, большой резонанс в мире получила история помощи 15-летней китайской девочке Сяо Фэн из небольшой деревни. Ребенок болен редким генетическим заболеванием парагирией – это преждевременное старение кожи и внутренних органов человека. Девочке-подростку очень сложно было жить с таким диагнозом. На помощь пришли пластические хирурги клиники Синлинь. Они бесплатно провели реконструктивную операцию. Тогда за Сяо Фэн переживали миллионы людей. Наш восьмой канал в 2019 году делал сюжет об этом. И вот спустя четыре года на выставке показали отдаленные результаты преображения теперь уже 19-летний Сяо Фэн. Как отметили организаторы Экспо красоты и здоровья 2023 в Шиньян, выставка – важный компонент международной инвестиционной торговой ярмарки провинции Ляонин этого года. Главная цель – продвижение и углубление развития индустрии здоровья и красоты не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире. Отметим, что в рамках выставки наш российский Дальневосточный медиа-центр заключил с Китайской клиникой пластической хирургии Синлинь стратегическое соглашение об информационном сотрудничестве. Ирина Шилина, Галина Блинова, Новости на Восьмом.